Хотелось бы в этом сюжете начать, казалось бы, с той республики, которая своим существованием и государственностью обязана России. Это Армения, которая в последние годы показывает чудеса изворотливости в попытке, как в той поговорке, умное телять у нескольких коров молоко берет, то есть жить на несколько фронтов, иметь полную защиту благодаря российской военной базе в Гюмри и одновременно заключать союзы с врагами России в лице Запада. Лишь в последние годы у российского истемблишмента стали открываться глаза на явную политическую переориентацию исторического союзника. В Армении стали забывать, что для нее сделала Россия и как она на самом деле зависит от нашей страны. Регулярные политические плевки в Москву уже не остаются незамеченными. Вспомнив историю с героизацией приспешника фашистской Германии, присягнувшего на верность рейху и одновременно национального героя, Герегина Мичде. Каково было недоумение у МИД Российской Федерации, парламента России и массовое обсуждение в СМИ? Чего стоит передача на телеканале «Звезда», наделавшая много шума? В ней четко было показано, что власти в Ереване стоит откровенно националистическое правительство, использующее в государственной символике знаки, схожие со свастикой и символами Третьего рейха. Именно с этим можно связать масштабную кампанию по героизации тех, кто уничтожал представителей других народов во имя Великой Армении, от моря до моря. Напомним и героизацию армянского террориста Монте-Милканяна, осуществившего взрывы в Париже и позже уничтоженного в Карабахе. Сомневаюсь, что Москва будет молча наблюдать за молодежными бойцовскими клубами имени Милканяна на территории России и, более того, пропагандирующие идеи национального превосходства в самом сердце России. Уже не удивляют новости от 16 апреля 2018 года, когда МИД России предупреждает россиян о том, что не стоит появляться в Армении в местах массового скопления и протестов людей из-за нестабильной политической ситуации, которая вполне может привести к событиям, схожим с украинским Майданом. Не секрет, что в Ереване находится едва ли не крупнейшее в мире посольство США с тысячами агентов, нацеленных на отторжение республики от союза с Россией. Все изложенное – лишь малая часть проблем в наших взаимоотношениях. Отметим, что Армения не раз пыталась указывать России, как ей выстраивать безопасность в Закавказье, и, в частности, основная суть претензий сводилась к тому, что не нужно дружить с Азербайджаном и Турцией, дескать, это наши враги, а значит и ваши. Абсолютная самоуверенность политического истемблишмента Армении в том, что Россия будет потакать ее прихотям, на наш взгляд, беспочвенно. Однако стоит признать, что подпитывает амбиции Еревана и огромное количество выходцев из Армении, проживающих на территории России. Многие из них уже давно ассимилированы, но нет никакой уверенности, что часть из них не являются агентами иностранного и в том числе враждебного влияния. Только на юге России количество проживающих армян уже давно перевалило за миллион человек. У многих из них двойное гражданство, что не может не вызывать тревоги. За многие века армяне научились поддерживать друг друга, и это для малочисленной нации хорошо, но приемлемо ли это для великого многонационального государства России, где диаспора уверенно пробивает себе дорогу любыми путями во все властные структуры. Чем это чревато, в случае, если с Арменией резко ухудшатся взаимоотношения, остается только догадываться. Несомненно, что многие армяне ранее прославили своими подвигами и заслугами Россию. Однако прямую угрозу можно ожидать не от тех, кто веками жил на ее территории, а от тех, кто попал сюда в процессе развала СССР и позже. Многие из них очень резко отзываются о политике Москвы, при этом успешно зарабатывая здесь капиталы, поддерживая националистические движения как в Ереване, так и в оккупированном Нагорном Карабахе и массово лоббируя проникновение своих интересов во власть. Печально наблюдать, как в самой Армении фактически не осталось русского населения, которое было вынуждено оттуда уехать, так как там активно формировалось абсолютно моноэтническое государство. Остается только надеяться, что у Еревана хватит политической мудрости не довести межгосударственные отношения до той степени, когда Россия вспомнит слова, сказанные политиком Владимиром Жириновским о том, что хватит терпеть выходки Армении и о том, что нужно убрать военную базу для того, чтобы эта маленькая, но гордая Закавказская республика осталась одна в окружении тех, кого она ненавидит, при том, что якобы ее врагам для нее нет никакого дела, за исключением территориальных претензий.